Приветствую вас! С вами вновь Александр и сегодня я хочу рассказать и показать вам очень комфортную для ребенка коляску Concorde. Это немецкая компания, модель называется Fusion. И рассмотрим мы сегодня с вами комплектацию 2 в 1. Что из себя представляет коляска Concorde Fusion? Рассказ я начну сначала с прогулочного блока, а потом уже перейду к люльке. Прогулочный блок, он предназначен для детей с полугода до трех лет и максимальный вес ребенка не должен превышать 15 кг. И кому еще важно, сам вес всей конструкции прогулочный блок и шасси 11,8 кг. В принципе он не такой тяжелый. Ну а сейчас перейдем непосредственно к обзору самого прогулочного блока. Хочу заметить, что ручка у этой коляски, она очень удобная. Материал здесь, я не знаю правильно как он называется, но такое что-то прорезиненное. И зимой он не будет холодным и напрягать. Регулируется в принципе в достаточно большом диапазоне. Нажимаем по бокам две кнопочки. И вот в этом диапазоне он регулируется. Что касается капюшона, здесь капюшон это его такая сильная сторона. Он здесь просто огромных размеров. Он закрывает ребенка вплоть по самые ноги. Единственный минус этого капюшона в том, что сама ткань, она хоть и не продувается ветром, но очень легко и быстро промокает. Но в любом случае можно использовать дождевик для того, чтобы защитить ребенка. Регулируется он простыми движениями. Давим, он поднимается, давим, опускается. Все очень просто. Что касается безопасности ребенка, в коляске установлена система с пятиточечными ремнями с мягкими накладками на плечевую зону ребенка, чтобы не травмировать плечи ребенка. И также в комплектацию входит вот такой прочный бампер со своей интересной фишкой, в которую, сейчас я вам покажу, открываем. И внутри вложена накидочка на ножки. Сейчас покажу, как это все в деле выглядит. Надеваем. И с помощью вот этой резиновой части надеваем, и ребенок защищен от моросящего дождя и ветра. Снимается бампер тоже, очень просто. Я пока уберу в сторонку. Что касается непосредственно самого ложа, того места, где лежит ребенок, я уже вначале сказал, что это очень комфортная коляска. И она комфортная потому, что еще даже производитель включил в комплектацию дополнительно вот этот мягкий матрасик. В подобного рода колясках не везде есть дополнительные матрасики. Он реально делает поверхность мягче и при длительных прогулках ребенку будет мягко и хорошо. Что касается регулировки наклона спинки. Сейчас я вам покажу. Здесь установлена система ремней, которая хороша тем, что она имеет минимум механических частей. Из-за этого она долговечная и простая в эксплуатации. Мы берем, тянем за ремешок и опускаем поверхность. Поверхность, в принципе, можно назвать ее полностью горизонтальной. И полностью горизонтальной поверхность помогает сделать еще подножка, которая в максимально поднятом положении дает как раз-таки эту полностью ровную поверхность. И регулировка подножки осуществляется тоже классическим способом. Это две кнопочки по краям. Нажимаем и опускаем ее туда, куда нам нужно. Ну а чтобы отрегулировать верх, кнопки нажимать не нужно. Просто поднимаем до характерного щелчка. И хочу еще показать, как поднимается спинка. Я показал, как опускается. И вот как поднимается. Тянем за ремешок. Поднимаем саму спинку и параллельно тянем за ремешок. И таким образом мы возвращаем сидячее положение к прогулочному блоку. Так. Ну а теперь, собственно, что касается шасси этой коляски. Шасси здесь алюминиевое, и что дает достаточную прочность всей конструкции. И ее небольшой вес всего в 11,8 килограмма. Колеса на этом шасси, они прорезиненные, они не надувные, имеют хороший ресурс. На самом шасси тоже есть амортизация, как на задних колесах, так и на передних. Передние колеса блокируются, если вдруг вам нужно преодолеть какую-то неровность. Но еще есть очень крутая фишечка, как в дорогих машинах, например. У вас есть возможность регулировать жесткость амортизаторов. Их здесь два положения. Подзажать чуть-чуть и подрасслабить. Соответственно, более упругую сделать или более мягкую. Что касается тормоза, здесь, в принципе, стандартная система. Перекладинка. Нажимаем. Все, заблокировали. Отжимаем обратно, разблокировали. И вы еще могли заметить прекрасно большой багажный отсек. Точно в литрах вам не скажу, но он крупный. Единственное, какой небольшой косячок у всей этой конструкции есть, это трудный доступ к нему. Ничего такого крупного туда не положить. Здесь узкое пространство. Здесь тоже бутылочки. Какие-то такие вещи легко, в принципе, но крупное навряд ли будет удобно туда что-то положить. И складывается шасси тоже, в принципе, очень простым способом. С каждой из сторон есть такие ручки. Вот они с каждой из сторон по одной. И на правой стороне перед ручкой есть кнопка. Ее нужно нажать и одновременно потянуть обе клавиши. Клавиши ручки наверх и надавить таким образом на шасси. Вот. Убираем потом ручку. И с правой стороны будет крючок, фиксатор, который будет страховать вас от того, что оно случайно разложится. И, в принципе, получается в итоге достаточно такая компактная конструкция. Складываем обратно. Все очень просто. Ну, собственно, это все, что я хотел рассказать именно про прогулочный блок. Сейчас расскажу вам про люльку. И чтобы установить люльку на это шасси, не нужно покупать адаптеров отдельных. Здесь они встроены именно под марку Concorde. Можете люльку Slipper поставить и автолюльку Air на эти встроенные адаптеры. Но, чтобы поставить сюда люльку, нужно будет немножечко заморочиться и снять этот лежачий блок. Я сейчас пока это сниму. И наглядно покажу, как это делается, как снять можно весь этот, все это ложе. Все, в принципе, очень просто. Здесь используются ремешки и кнопочки. Вот мы же отсягиваем пару кнопочек. Здесь еще есть вот такой небольшой крепеж дополнительный для ложа. В принципе, вот на двух кнопках. Все просто, но очень надежно. Убираем с этой стороны. Вот убираем этот фиксатор. Все, высвободили эту конструкцию. Чтобы снять капюшончик, тянем его наверх. Он отстегивается от конструкции, от шасси. Сзади замочек. Все, таким образом отстегнули капюшон. Убираем пока в сторонку. Что нам нужно сделать дальше? Нижнюю часть спального блока держат растяжки на липучках. С одной стороны. Есть такие же с другой стороны. И снизу идут еще две растяжки. Они тоже на липучках. Убираем их. Вторую убираем. И все. В принципе, вот таким образом мы сняли прогулочный блок с нее. Так, и вот так должна будет выглядеть коляска, шасси, чтобы на нее можно было установить слипер. Вот эти адаптеры. Вот здесь они также в шасси ставим. Сейчас, секундочку, надо пока подножечку опустить вниз, чтобы она не мешала. Вот, собственно, и все, что нужно сделать, чтобы установить на нее спальный блок. Ну, а, собственно, сам спальный блок, как вы видите, он, в принципе, очень большой и просторный. И в чем еще фишка этого спального блока? У него есть возможность установки его в автомобиль. Я чуть-чуть позже покажу вам, где находятся эти крепления, как это выглядит. Вот, ну, а, собственно, сам спальный блок, он, в принципе, классической формы, с большим козырьком. Вот он регулируется здесь, в принципе, всего лишь два положения. Или закрыт он, или открыт. Нет промежуточного. Это, в принципе, и хорошо, может быть и плохо. Кому-то, может, нужно что-то среднее выбрать. Ну, не знаю, как по мне, разницы нет. Вот, сама ткань очень приятная, используется во всем прогулочном, ой, во всей люльке. И что вот мне нравится в люльках, сейчас покажу наглядно. Вот эта накидочка на ребенка, она закрыта полностью замком. То бишь, никаких щелей, нигде нет того места, где может продуть через какие-то дырочки ребенка. И доступ к ребенку тоже осуществляется очень просто. Отстегнули с одной стороны, открыли и спокойно добрались до ребенка. Внутренняя вся часть, она тоже с приятной очень тканью. Есть достаточно такой мягкий, в то же время упругий матрасик для ребенка. Ремни, как вот необычно, наверное, это бы выглядело. Но ремни как раз-таки и нужны, когда вы будете устанавливать эту люльку в автомобиле. Что еще? Здесь внутри есть, сейчас я покажу, кармашек для какой-нибудь мелочи, для ребенка или для мамы. Чтобы, например, если вы случайно испачкали накидочку, можно спокойно ее на замочках отстегнуть и постирать. И, кстати, в самой накидке на ребенка есть еще один дополнительный, очень большой кармашек. Что у нас здесь? Здесь у нас то, что производитель реально интересную фишечку придумал. Мы отщелкиваем кнопочки. И на одну ближе, если мы будем крепить, таким образом у нас образуется такой своего рода барьерчик, для того, чтобы меньше ребенку задавал боковой ветер. Очень интересная, необычная фишка. И это, кстати, не единственная фишка этой люльки. Здесь есть еще одна очень интересная особенность. Сейчас я вам покажу. Опять же, не во всех люльках вы сможете это делать. Здесь на передней части, вот этот регулятор, если мы его вращаем, то получается, у нас есть возможность регулировать угол наклона самого ложа ребенка. Думаю, вам сейчас видно это хорошо, чтобы ребенок не полностью горизонтально лежал, а мог немножко быть наклонен в вашу сторону. Есть возможность вот так отрегулировать. По-моему, это очень крутая особенность. Ну, как обещал, хочу еще показать вам, как в этой люльке реализовано крепление в автомобиле. В каких местах это. Здесь со стороны ножек ребенка есть система крепления ремня. Вот с этой стороны пропускается ремень, натягивается. И еще хочу, чтобы вы при покупке это учитывали, имели в виду, когда вы будете ставить сзади, это ставится, кстати, только на заднее сидение, полностью по сидению. И будет у вас люлька занимать, в принципе, целых два посадочных места. И при покупке не забывайте про это. И это, в принципе, все, что я хотел вам рассказать про эту интересную коляску Concorde Fusion в комплектации 2 в 1. И давайте подытожим. Я сейчас просто хочу сказать вам свое мнение. Какое у меня сложилось мнение от этой коляски. Я, на мой взгляд, не зря ее назвал комфортной. Она имеет хорошую плавность хода с возможностью регулировки той самой плавности хода. Снять подвеску жестче, мягче. Это очень крутая, на самом деле, фишка. Прогулочный блок у коляски укомплектован дополнительно. Еще мягким матрасом, что тоже, опять же, повышает комфорт ребенка. И еще очень интересная комплектация, кстати, у этой коляски. У нее входит, в комплектацию с прогулочным блоком, входит вот эта вот сумка для мамы. Она, в принципе, большая, с кучей всяких отсеков, кармашков, куда можно положить все самое необходимое при прогулке с ребенком. Еще в комплектацию входит дождевик оригинальный, который плотно и хорошо сядет на прогулочный блок. И будет хорошо в дождь защищать ребенка. Да и вообще, в целом, коляска произвела такое положительное впечатление своим качеством сборки, тактильным ощущениям. На мой взгляд, она стоит внимания. Поэтому при покупке я бы посоветовал обратить на нее внимание. И, в принципе, чтобы сделать более правильный выбор, можно приехать в магазин, посмотреть ее, выбрать, сравнить с другими колясками. Ну, а, собственно, хотел поблагодарить сам магазин, первая коляска, который предоставил эту коляску для нашего сегодняшнего обзора. Ну, а вы, собственно, подписывайтесь на мой канал. И удачи вам. Всего доброго.